Теперь следующая тема, большая очень и, на мой взгляд, одна из таких ключевых в нашем курсе. Смута начала 17 века. Записываем синопсис. Смута начала 17 века. Общая характеристика смуты, двоеточие, точки зрения дореволюционных и советских историков. Правление Бориса Годунова-политические предпосылки смуты. Смерть Федора, 1598. Обстоятельства избрания Бориса на царство. То есть здесь мы немножечко повторяем тему лекции о конце 16 века, о внутренней политике. Первые шаги Годунова, конфликт с Романовыми, смерть царевича Дмитрия в Угличе, голод и мор в первые годы 17 века, начало социальных выступлений. Экономические и социальные предпосылки смуты. Хозяйственный кризис, ухудшение положения крестьян и холопов, обострение противоречий внутри служилого класса. В скобках. Бояре против детей боярских. Детей боярских, естественно, в кавычках. Вотчинники против помещиков. Юг против севера и центра. Кстати, вторая русская смута, гражданская революция и гражданская война в начале 20 века, она географически повторит вот эту же схему. Потому что хлебные зерновые районы юг и восток стремились отложиться от центра, так же, как это было в начале 17 века. Недовольство стрельцов, боевых холопов и казачества. Я потом объясню, что такое боевые холопы. Четвертый революция. Первый период смуты. В скобках. Боярская, в кавычках, или династическая, тоже в кавычках, фаза. 1598-й. Косая черта. 1603-1606. Скобку закрыли. Самозванец. Лжедмитрий I в Польше. Начало похода на Москву. Битва при Добрыничах. Январь 1605 года. Осада Кром. Город такой Кромы. Такой заколдованный город смуты. Вокруг него все крутилось. Смерть Годунова. Лжедмитрий I в Москве. Заговор Шуйских. Вы помните, что Шуйский – это потомки младшего брата Александра Невского Андрея. Заговор Шуйский. Убийство Лжедмитрия I. Василий Шуйский-Царь Всея Руси. Второй период смуты. Дворянская фаза. 1606-1610. Первые шаги правительства Шуйского. Восстание под руководством Ивана Болотникова. Ход восстания. Социальный состав цели и причины поражения восстания. С красной строки. Лжедмитрий II и Тушинский лагерь. Вмешательство Швеции в русские дела. Скопин-Шуйский. Через дефис. Это племянник Шуйских. Замечательный полководец, которого они отравили потом. Скопин-Шуйский. Вмешательство польского короля Сигизмунда III в русские дела. Мирный договор с Сигизмундом III. Конец Тушинского лагеря. Март 1610 года. С красной строки. Смерть Скопина-Шуйского в Москве. Гетман-Жолкевский. Победа поляков при Клушино. Низложение. Василия Шуйского. Июль 1610. Семибоярщина во главе с Федором Мстиславским. Присяга Москвы королевичу Владиславу. Август 1610 года. Кстати, ему присягнул и Михаил Романов, который с юридической точки зрения не имел права венчаться на царство в 1613 году, поскольку он был подданным Владиславу, которому он присягал. Позиция патриарха Гермогена. Поляки в Москве и смерть Тушинского вора – поворотный пункт в истории смуты. Поляки в Москве и смерть Тушинского вора. Тушинского вора в кавычках. Вор в русском языке 17 века означал очень простую вещь – государственный преступник. То есть Тушинский вор – это не тот, кто выкрал кошелек у какого-то боярина. Это Тушинский государственный преступник. Третий период. В скобочках. Социальная или национально-религиозная фаза. 1610-1612, касая черта, 19-й. Потому что реально смута закончилась в 1619 году. То есть если брать в широком смысле слова, то смута в латентной фазе и латентно затухающей длилась с 1584 года по 1619. Получается 16 плюс 19 – 35 лет. Обычно столько смуты и длятся. Потому что если посмотреть на то, что происходило в начале XX века, то революция началась в 1905 году. А по сути дела холодная гражданская война закончилась в 1939 году. То есть тоже 34-35 лет. Вот так смуты в широком смысле и длятся. Вообще все исторические аналогии, конечно, рискованная штука. Но если считать началом смуты у нас смерть Брежнева в 1982 году, то окончание нашей смуты где-то под 2020 год. Никак не раньше. Земское движение. Первое земское ополчение. Двоеточие. Триумвират. Липунов, Зарудский, Трубецкой. Потому что ни в коем случае не путайте. Когда говорят «земское ополчение», нужно всегда задаваться вопросом «первое или второе». Вот Минин и Пожарский – это второе земское ополчение, которое находилось в жутких контрах с первым. Вплоть до того, что Трубецкой, лидер казаков, посылал наемных убийц к Минину и Пожарскому. Восстание в Москве. Второе земское ополчение. Двоеточие. Минин и Пожарский. Земское ополчение в Ярославле. В кавычках «Собор всея земли». Это такой они орган создали. Собор всея земли-альтернативное русское правительство. Оно было альтернативно Семибоярщине, которая сидела в Москве. То есть тем предателям, которые сидели в Москве. С красной строки. Битва у Крымского Брода. 22-24 августа 1612 года. Осада Кремля. Капитуляция поляков. Октябрь 1612 года. Что произошло в Москве 4 ноября 1612 года? Знак вопроса. Это то, что у нас провозглажено сейчас днем единства. Мы посмотрим, какое это было единство. Земство против казачества в освобожденной Москве. Земский собор в кавычках. Потому что он не был земским собором. Это романовская историография его назвала земским собором. Земский собор в кавычках 1613 года. И избрание Михаила Романова царем. С красной строки. Род Романовых. Историческая ретроспектива. Опять же с красной строки. События 1613-1619 годов. Затухающая фаза смуты. Общая оценка смуты. Роль различных социальных групп в смуте. Последствия смуты. Вот это синопсис этой темы. Смута действительно это одна из ключевых страниц нашей истории. По сути дела это было введение в 17 век. Кто знает, как называется в нашей истории 17 век. Бунтажный век. И вот смута. Поскольку смута не была подавлена. Она была загнана. Но она выходила, Россия, вот эта смута выходила весь 17 век. И по сути дела смуту, как показала история, ее можно было, собственно, задавить только одним созданием режима Петра Первого. Вот он задавил тот процесс, который лез весь 17 век. Смута, штука была очень неудобная для советских историков. Но дореволюционная историография, она не создала такую строгую концепцию смуты. Есть схемы Ключевского и Платонова, мы их потом с вами зафиксируем. Они эмпирически очень неплохо отражают реальность. Но концепции смуты не было, потому что для того, чтобы разработать концепцию смуты, надо сначала разработать концепцию русской истории и концепцию самодержавия. Чего не было. У советских историков совсем дело плохо обстояло с концепцией смуты. Собственно, никакой смуты советскую историю не изучали. Например, я когда поступал в университет московский в билетах, и когда в московском университете учился, создавал русскую историю, точнее, историю СССР, в билетах не было вопроса смуты. В билетах были два совершенно разных вопроса. Восстание под руководством Ивана Болотникова и интервенция, иностранная интервенция в начале 17 века. То есть смуты, смуту разъяли, нет никакой смуты. И понятно почему. Дело в том, что в смуте для советских историков в противоречие пришли классовая и государственно-национально-патриотическая. С классовой точки зрения советский историк должен был стоять на стороне Ивана Болотникова, потому что он боролся против эксплуататоров. Но дело в том, что Иван Болотников был агентом Лжедмитрия Первого. А потом, как мы увидим, когда Лжедмитрия Первого убили, и Болотников сидел в осаде, он рассылал по всей России письма и писал «объявите какого-нибудь нового Лжедмитрия». То есть он не писал Лжедмитрия, он прекрасно понимал, что тот нереальный Лжедмитрий был связан с ним. А с кем были связаны Лжедмитрии? С поляками, со шведами. И получалось тогда, что восстание Болотникова – это элемент деятельности Лжедмитриев. А первого Лжедмитрия, то есть то, что бьет по государственному строю России. То есть с патриотической точки зрения, ну никак нельзя было быть на стороне Болотникова. Поэтому решили сделать очень просто. Смуту, интегральный процесс рассекли. Болотников и восстание Болотникова – это одно. Иностранные интервенции – это другое. А Лжедмитрий – они при иностранной интервенции. То есть это абсолютная фальшивка. Значит, мы сейчас увидим, что все было намного сложнее. Иван Болотников никак не попадает в один ряд со Степаном Разиным и Пугачевым. Это было совсем другое явление. В русской историографии было две схемы смуты. Одна принадлежит Ключевскому, который очень четко зафиксировал одну вещь. Значит, смотрите, что писал Ключевский. В смуте последовательно выступают все классы русского общества. И выступают они в том самом порядке, в каком они лежали в тогдашнем составе русского общества, как были размещены на социальной лестнице. На вершине этой лестницы стояло боярство. Оно и начало смуту. Поэтому первая фаза – боярская, затем дворянская. И потом это пришло все вниз. Но вообще так же развивалась и смута начала XX века. Так же начиналась та смута, первой фазой которой была перестройка. То есть первая фаза всех трех русских смут – это боярская фаза. Начинается грызня наверху. Потом эта грызня, по принципу, не буди лихо, пока оно тихо, она это лихо будет. И начинаются другие процессы. Вторая схема смуты принадлежит историку Платонову, ученику Ключевского, который, отчасти развивая мысли Ключевского, выделил три периода в истории смуты. Вот мы сейчас такую давайте табличку сделаем. Значит, табличка будет выглядеть так. Два столбика. В левом верху написано «Ключевский», в правом – «Платонов». У Ключевского первая точка – боярский период смуты. Боярский период. У Платонова он называется династическим. Первый у Платонова династический. Второй у Ключевского – дворянский период. И такой же, с таким же названием он у Платонова – дворянский период. То есть здесь они сошлись даже в названии. Третий период у Ключевского называется общесоциальным, а у Платонова – национально-религиозным. Но говорят они об одном и том же. Смута продемонстрировала одну очень важную вещь. Смута, безусловно, была революционным событием. Чем принципиально революции отличаются от восстаний? Вообще, кто знает, кстати, когда термин революции появился как политический? Подсказка. Есть какая-то связь между словом «революция» и «револьвер»? Ну, помимо того, что в революциях используются револьверы. Есть какая-то связь в названии «революция» и «револьвер». Барабан крутится. Дело в том, что сначала термин революции появился в 1688 году, во время так называемой славной революции в Англии, когда все вернулось на круги своя. То есть сначала революцией назывался «общественный поворот на 360 градусов». Раз, и проехали, и вернулись в исходную точку. Но вот со времен французской революции 1789-1799 годов революции стали называть поворот не на 360 градусов, а на 180. То есть повернулось, но так, что не вернулось в предыдущую точку. Но действительно революция, то есть вот такое движение. Так вот, революции, как правило, есть революции, есть бунты и есть дворцовые перевороты. Дворцовые перевороты – это сугубо элитные разборки. Восстание, бунты – это дело населения. А вот когда революция происходит, тогда, когда часть элиты правящей входит в союз с частью населения и бросает ее против другой части элиты. То есть на какой-то момент верхушка самая начинает выражать интересы значительной части общества, а не только свои. Потом она, естественно, общество обманывает, но на короткий момент революции происходит вот это единение. И в смуте нашей, безусловно, видны некоторые, начало 17 века, некоторые революционные черты, тем более, что после смуты окончательно встал на ноги самодержавный крепостнический струй, которого до этого не было. Как я вам уже говорил, боярская фаза смуты скрыто началась с момента смерти Грозного. В 1598 году умирает Федор, и вот эта, так сказать, латентная смута начинает пробиваться вверх. Дело в том, что Федор не оставил завещания. И формально, вроде бы, должна на престол была сесть Ирина на какое-то время. Но она расчищает дорогу своему брату, она уходит в монастырь добровольно. И боярская дума раскалывается. Романовы выступили с нападками на Бориса. Тот перестал ездить в думу. Вообще, нужно сказать, что Борис был человек при многих своих достоинствах очень мнительный, очень боялся, что на его жизнь будут покушаться, и очень боялся порчи. Относился к этому серьезно. Борис перебрался в Новодевичий монастырь, и с 20 января по 10 февраля 1598 года к нему туда пошли шествия, которые организовал патриарх Иов на самом деле. Они просили Бориса на царство. Борис поставил условие созвать Земский собор. Вот опять же, в этом весь Годунов. Внешне он говорит, нет, не хочу, чтобы меня только узкий круг избирал, хочу, чтобы на Земском соборе избрали. Он понимал, что на узком круге его никогда не изберут, поэтому нужно разбавить народонаселение, созвать Земский собор и там переиграть Боярскую думу. 17 февраля собрался Земский собор, который избрал Годунова на царство. Но это еще ничего не означало, потому что Боярская дума должна была подписаться под этим, она должна была это зарегистрировать, а Боярская дума отказалась это делать. То есть Земский собор избрал Бориса, а Боярская дума говорит, нет, она отклонила его кандидатуру и предложила ввести в стране боярское правление, то есть олигархию, а против этого выступил уже Земский собор. Классическая черта смут в России – двоевластие. Земский собор против Боярской думы. Двоевластие возникнет потом, после февральского переворота, это будет Временное правительство против Петросовета, Красные против Белых. Двоевластие в смуте конца XX века будет сначала Горбачев против Ельцина, потом Ельцин против Верховного совета. То есть смута – это всегда раскол власти на два главных блока. То есть власть в России всегда моносубъект, а во время смута она раскалывается, она может раскалываться на 10 частей, на 12, на 7, но всегда есть две главные. И вот здесь очень четко зафиксирована позиция – Земский собор против Боярской думы. Раскол в Верхах привел к тому, что вопрос о престолу наследия был перенесен на улицы. И здесь у Годунова было преимущество, потому что, контролируя политический сыск, он имел очень много агентов, которые начали агитацию за него на улицах. 20 февраля было организовано шествие к Ирине и Борису, чтобы Борис занял трон. Борис категорически отказался, и он вообще был хороший лицедей, опытный. Он даже взял платок, замотал его вокруг шеи, и смысл был такой, что я скорее повешусь, чем стану незаконно царем. 21 февраля манифестация повторилась, и, наконец, Годунов дал согласие. Однако дума стояла на своем. И 26-го он возвратился в Москву, Иов его благословил, а дума хранит молчание. То есть, Боярская дума. То есть, Годунов все равно незаконный царь. Борис опять уезжает в Новодевичий монастырь. То есть, это очень интересный, вообще, как политический триллер. Значит, лены Боярской думы начали плести новую интригу. Они вытащили из сундука с нафталином Симеона Бекбулатовича. Помните, я вам рассказывал в последней лекции, что в какой-то момент Иван Грозный посадил великим князем московским Симеона Бекбулатовича, крещеного татаря Насаин Булата. И вот этот человечек, который был совсем уже старенький, значит, они его пытались вытащить, но не прошла эта идея. То есть, вот все колебалось. И тогда Годунов придумал очень интересный ход. Но то, что это ход, выяснилось потом. Вдруг гонцы прискакали и сказали, крымская угроза. Крымцы идут на Москву. Годунов стал собирать поход. А на Руси, в Московской Руси, был такой порядок. Все видные представители Боярской думы, они автоматически становились военачальниками. А все военачальники перед началом похода приносили клятву верности царю, главному военачальнику. Если ты не приносишь перед военным походом клятву верности военачальнику, то выходит кто? Предатель. И автоматически либо ссылка, либо на плаху. Ну, скорее, в такой ситуации ссылка. Им пришлось принести, поскольку Годунов был избранный царь, и его благословил патриарх, хочешь, не хочешь, поскольку мы собираемся в поход, членам Боярской думы пришлось принести присягу целовать крест Борису Годунову. После чего войско выступило каке. А там оказалось, никаких крымцев нет. То есть Годунов мастерски переиграл представителей Боярской думы. Естественно, они поняли, что их обманули, но делать было нечего. Значит, им пришлось еще раз целовать крест, и вот теперь уже состоялась настоящая коронация. Борис Годунов дал тайный обет Боярам. Пять лет не проливать кровь ни в коем случае, чего бы они там, ну, разумеется, за исключением посягательства на его жизнь, не сделали. И Борис очень четко уяснил, что от знати зависит будущее династии, и старался заручиться поддержкой Бояр. Он стремился показать Боярам, что вот он их царь. Он вернул в Боярскую думу тех, кто пострадал от опричнины, и попытался их сделать противовесом Шуйским и Романовым, потому что на тот момент Шуйский и Романовы объективно выступали как союзники. Скупее Годунов жаловал старомосковское боярство. Ну и, естественно, его опорой был клан Годуновых. Будучи болезненным и суеверным человеком, Годунов очень боялся порчи. Ему все казалось, что его противники наводят на него порчу, и поскольку недоверие было с обеих сторон, рано или поздно этот гоник должен был прорваться. И оно прорвалось. Первым пал Богдан Бельский. Его поставили к позорному столбу, выщипали по одному волосу всю бороду и отправили в ссылку в Нижний Новгород. Затем в октябре 1600 года в злонамерении относительно жизни царя были обвинены Романовы. Боярская комиссия, в которой было специально подобрано много противников Романовых из родовитого боярства, потому что родовитые бояре, повторяю, как бы они не относились к Годунову, к Романовым они относились еще хуже, потому что с точки зрения табеля рангов Годуновы стояли выше Романовых. Федора, лидера клана, постригли в монахи под именем Филарета, это отец Михаила Романова, и царь разгромил всю романовскую группировку. Да, его троих братьев отправили в Сибирь, где они потихоньку все в тяжелых условиях умерли. Что сказать о самом Борисе? Современники, даже не расположенные к нему, писали о том, что он очень хорош лицом, красив, что у него очень хорошие манеры и приветливая речь. Борис обладал несокрушимой волей, которую он прятал под личиной такого мягкого, сомневающегося, колеблющегося человека. Ну, это как Галич пел по такому поводу, это рыжий все на публику. Он был очень хорошим актером и был отличным оратором, был очень хорошим семьянином, не пил вина. Годунов был первым русским царем, который отправил детей боярских учиться за границу. Он аж десятерых отправил, ни один не вернулся. Известен даже тот, кто в Шотландии стал пастором. При нем в Кремле появился водопровод, строились новые мосты, каменные лавки. То есть даже противники Бориса говорили, что если бы судьба была к нему более благосклонна, то он много чего хорошего бы сделал. Но Годунову не повезло. Дело в том, что стратегия Годунова была, и он был большой мастер подковерных игр. Вот под ковром он себя чувствовал очень хорошо. А события развивались так, что подковерной игры было мало. Нужно было выходить на площадь и бить себя кулаком в грудь. И как кричал главный герой романа Роберта П. Н. Уоррена Вилли Старк, кричать «Дайте мне топор». Вот Годунов этого делать не умел. То есть Годунов блестяще соответствовал эпохе, которая предшествовала Смуте. А вот для Смуты он был слабоват, потому что здесь уже тонкие игры заканчивались. Здесь нужно было быть готовым к Мочилову. А вот к Мочилову он был не готов. Что работало против Годунова? Казалось, все. Дело в том, что в начале XVII века в Европе начался малый ледниковый период. Связан он был с очень многими факторами, начиная от систематического извержения вулканов в районе Тихого океана всю вторую половину XVI века, с более серьезными климатическими движениями. Но в Европе в начале XVII века произошло похолодание климата. В России лето 1601 года было холодным, дождливым. Весной 1602 года ударили морозы, которые уничтожили семенной фонд. В результате 1602 год, 1603 недород. И если в конце XVI века рожь продавали за 3-4 копейки, за четверть, то в 1603 году уже за 3-4 рубля. Начиная с 1602 года население стало массово гибнуть от голода. Годунов пытался решить проблемы эти. Он расширил строительные работы, он организовал раздачу зерна. В обстановке голода 1601-1602 года он объявил о временном восстановлении Юрьева дня. То есть, для чего это делалось? Чтобы крестьяне, которые за бедными помещиками, они могли уйти к тем, кто побогаче, и чтобы просто пережить голод. Но в результате Годунов восстановил против себя ту часть дворян, которые были бедными. То есть, Годунов оказался в ситуации, когда у него не было полезных шагов. Цук-цванг в шахматах. Он делает один шаг, решает одну проблему, но она создает другую. И в 1603 году Годунов отменяет свое решение. Теперь крестьяне недовольны, потому что они не могут уйти к богатому помещику. Проблема заключалась еще вот в чем. Рост численности служилых людей обгонял рост земельного фонда. Не было земли, чтобы обеспечить всех детей дворянских землей. И в результате на Руси стал возникать слой боевых холопов. Это были те дворяне, у которых не было земли, но у которых было оружие, у которых были пищаль, меч, кстати, Иван Болотников был из таких боевых холопов. И которые шли в услужение в качестве военного слуги какому-то боярину или богатому дворянину. Процент боевых холопов на Руси в конце 16-го, в самом начале 17-го века был 10%. Я когда прочел эту цифру, я подумал и посмотрел статистику нашу конца 90-х годов, начала 20-го века. У нас те, кто служит в различных частных охранных фирмах, плюс армия, то есть плюс все-все-все вооруженные люди, это как раз 10%. То есть это тот социальный динамит, на самом деле, который может взорваться. Что такое боевые холопы в начале 16-го века чисто статистически? Смотрите. На 25 тысяч дворян в ополчении приходилось до 50 тысяч боевых холопов. Например, после обстрела Ивангорода в 1590 году воеводы появили на штурм 350 стрельцов, 400 казаков и 2380 боевых холопов. То есть, боевых холопов было много, и удельный вес в войске изменил его структуру в пользу вот этих недовольных боевых людей, у которых есть оружие, но которые недовольны системой. Из боевых холопов происходил руководитель самого крупного восстания низов времен голода 1602-1603 годов. Это хлопко-косолаб. В 1603 году он подошел к Москве и, чтобы его разгромить, пришлось послать регулярное войско. Иными словами, ситуация в России стала стремительно ухудшаться. Социально-экономическая ситуация. Недовольны были ситуацией не только боевые холопы, но также стрельцы и казачество. Стрельцкое войско было создано в середине 16 века. И плюсом военным его создания было то, что именно благодаря стрельцкому войску была взята Казань. Что такое стрельцы? В Москве их было 10 тысяч человек. В других крупных городах до тысячи человек. Оклад стрельцам колебался от 7 рублей в Москве, в Москве всегда была дорогая жизнь, до полтины, то есть половина рубля, на окраинах. Получали они и хлебное жалование. Но дело в том, что вот эти деньги, 7 рублей или полтину, полностью они получали только во время военных действий. Такая была система. Кроме того, те, кто раздавал стрельцам оклад, естественно, они воровали. И стрельцы получали деньги с большой задержкой. Поэтому стрельцы, жившие в городах, они держали огороды, занимались торговлей, бандитизмом занимались, не все, но часть. То есть они вели такую жизнь, да, жили они в Слободах стрелецких, и они вели жизнь очень близкую к торгово-посадскому населению и ощущали свое социальное родство с этими группами. И они были очень тоже недовольны режимом. Еще одна группа, которая сыграла исключительно важную роль в смутное время и которая тоже была недовольна, это казачество. Причем, обратите внимание, стрельцы, боевые холопы и казаки это вооруженные люди. Вольное казачество. Русское казачество начинает складываться в 16 веке между Доном и Волгой. Украинское несколько раньше. Общая численность вольного казачества в конце 16 века от Днепра до реки Яек оценивается в 11-14 тысяч человек. Река Яек это какая река? Как она сейчас называется? Урал. Совершенно верно. Казачья организация была таким образом. В России это была станица, на Украине это была сотня, выбирались станицы, это отдельный казачий отряд, по сути дела. Выбирались атаман и Ясаул. Вольные станицы, не являясь частью правительственных войск, фактически несли службу по охране границ. И по мере разорения на Дон бежали боевые холопы. Власть требовала выдачи их, но существовало какое правило? С Дона выдачи нет. С Дона выдачи нет. Совершенно верно. Отсюда антиказацкие меры Годунова, который пытался вернуть боевых холопов, поскольку на него давило дворянство. И, естественно, Годунов становился врагом и казачества. То есть, Годунов попал в ситуацию, когда все, что бы он ни делал, проблему не решало, а создавало ему новых врагов. Чтобы сделать царскую службу заманчивое, правительство стало обеспечивать казаков поместьями. И вот эти казаки назывались старыми, то есть старшими. Они поддерживали власть. А вот основная масса казаков, она, естественно, их не поддерживала, и само казачество раскалывалось. Впоследствии это приведет к тому, что старые казаки сдадут Разина, старые казаки сдадут Пугачева, старые казаки помогут убить Булавина, ну и так далее. Казачество было связано с южными уездами, где социальные противоречия и так отличались от стратой, потому что в южные уезды бежали те, кто был обижен властью. И здесь таким образом можно сказать, что на рубеже 16-17 века в России сложилась взрывоопасная ситуация. Обострились практически все возможные противоречия между сослами и внутри них. Кроме того, эти противоречия еще приняли и региональный характер. Юг против центра, то есть против севера. То есть было выработано очень много социального динамита. Оставалось только заинтересованным лицам лишь зажечь фитиль. Его зажгли одновременно в России и в Польше. В начале 17 века сразилась взрывоопасная ситуация в России, которая очень способствовала переходу смуты из латентного скрытого состояния в состояние открытое. Ключевский как-то заметил, что испекли самозванца в польской печке, а вот заквасили в России. 1 ноября 1603 года польский король Сигизмунд III пригласил папского нунция к себе и уведомил его о том, что в имении магната Адама Вишневецкого появился москвитянин, который называет себя царевичем Дмитрием, якобы выжившим после Углича и намеревается вернуть себе трон при помощи казаков и крымских татар. Король приказал Вишневецкому привезти претендента в Краков для удостоверения его личности. Состоялась аудиенция, во время которой молодой человек, называвший себя царевичем Дмитрием, выразил готовность перейти в католичество и начать подготовку поход в Россию. Примерно в это же время о самозванце узнали в России и очень интересно Борис Годунов прямо обвинил бояр в том, что самозванец это их рук дело, это результат их интриги. Было и названо конкретное имя Григорий Отрепьев и это имя было связано Годуновым с Романовыми. Показательно, что борьбу с самозванцем Годунов доверил тем боярам, которые ненавидели Романовых, то есть это Шуйский, Голинцыны и Мстиславский. Забегая вперед, мы до сих пор не знаем, кем был самозванец, Лжедмитрий I. Версия, что это был Григорий Отрепьев, первый гришка русской истории, потом, потому что придут Григорий Распутин, Григорий Зиновьев и последний, ну это издевательство уже, последний гришка русской истории так называли Григория Явлинского. Но при всей мизерабельности вот этого ряда, о котором мы сейчас говорим, Гришка Явлинский туда, по-моему, тоже, это совсем для него высоко. Так что насчет четвертого гришки русской истории это слишком круто. Так вот, Григорий Отрепьев, но он никак не тянул на самозванца, потому что Григорий Отрепьев было к сорока, он был за тридцать, а самозванцу было несколько, чуть более двадцати, то есть разница десять-двенадцать лет. То есть Григорий Отрепьев не корреспондирует. Поэтому мы будем все-таки различать самозванцев Отрепьева. История Отрепьева такова. Его отец был стреляцкий сотник, которого по пьянке зарезали в драке. Гришка молоду был с юности, с детства, был очень способным человеком, у него был хороший почерк, он переписывал книги, отличался большим артистизмом, поступил на службу к Романову старшему, дяде будущего царя, участвовал в сражении на подворье Романовых в 1600 году и, спасаясь от виселицы, двадцатилетним человеком постригся в монастырь. Исус уздали таинственным образом попал в чудо в монастырь, ну а затем в 1602 году оказался в Литве. Здесь в Литве объявил, вот считается, что Отрепьев объявил себя самозванцем. Вообще, нужно сказать, что Романовы очень здорово подчистили, придя к власти, они подчищали в течение многих-многих десятилетий документы. И сейчас очень трудно что-либо сказать. Поэтому вероятность, что самозванец Куклин латинскими буквами набрать Куклин. Это человек, который уехал в эмиграцию лет, наверное, 25 назад. И он писал и художественные романы, но и кроме того его очень интересовала смута. На русском языке есть его книга «Главная тайна смуты», где он показывает, что Романовы были криптокатоликами, и его версия, что они с самого начала это все устроили. Но в отличие от советских историков, поскольку Куклин уехал в эмиграцию, он работал в архивах Германии, Швеции, Чехии и Польши и нарыл там такие документы, которых советские историки не знали. Поэтому я вам очень рекомендую залезть на его сайт, у него романы очень интересные, и посмотреть, что он про смуту написал. Оказавшись в Польше, Лжедмитрий влюбился в дочь сандомирского воеводы Марины Юрия Мнишика, Марину Мнишик. Произошла помолвка и самозванец обещал по воцарении выдать миллион злотых на погашение долгов Мнишка. Мнишик был человек вороватый, его не раз на этом ловили, у него был огромный долг. Далее отдать Марине в полное владение Новгород и Псков, способствуя переходу своих подданных в католичество. То есть вот это была сделка между Лжедмитрием и семьей Мнишиков. После чего Лжедмитрий начал готовиться к походу. Очень интересно, что Сигизмунд Третий от похода Лжедмитрия дистанцировался сразу же и написал письмо Борису Годунову о том, что здесь есть самозванец, который собирает людей в поход, но это все волонтеры, а Сигизмунд Третий к этому отношению никакого не имеет. 13 октября 1604 года войско Лжедмитрия отправилось в поход в Россию. Они форсировали Днепр и войско состояло из поляков, 2000 донских казаков и запорожских казаков. Какие меры предпринял Борис? Он отправил к Марии ногой человека, Марии ногой, то есть мать Дмитрия реальная, сделал заявление о том, что Дмитрий, реальный царевич Дмитрий действительно погиб. И это самозванец. В Литву отправили дядю Отрепьева, чтобы он разоблачил племянника, но его не допустили к Лжедмитрию. Лжедмитрий тем временем легко занимал территорию за территорией. Народ, особенно казаки, которые ненавидели Годунова, радостно встречали его и говорили «Встает наше красное солнышко, ворочается к нам Дмитрий Иванович». И всего за две недели под властью Лжедмитрия оказались огромные территории по бассейнам Десны, Сейма и Северского Донца до Верховьев Оки. Из крупных городов были взяты Моравск и Чернигов, то есть почти вся Южная Русь поднялась против Годунова. И это был не столько успех Лжедмитрия, сколько поражение Годунова. Но само войско Лжедмитрия было слабым после первой же серьезной и окончившейся в ничью перестрелки на берегу Десны в декабре 1604 года поляки, знаменитые польские гусары, решили, что легкой прогулки не получится и пусть Лжедмитрий дальше шагает сам, а они подождут и займутся чем-то менее опасным. В битве 21 января 1605 года при Добрыничах царским воеводам удалось разгромить войско самозванца, причем сам самозванец действовал очень храбро, он отличился в сражении и исход битвы решила царская пехота, треть войска самозванца полегла, сам он бежал и воеводы решили, что все, все закончено, закончен Лжедмитрий, вообще была версия, сначала думали, что он погиб на поле боя, потом узнали, что ему удалось бежать и было решено, что все, вопрос снят. Годунов приказал, однако, продолжать боевые действия, но его воеводы, Шереметьев, Шуйский, Мстиславский, все родовитые бояре, вели действия очень вяло, и они начали осаду города Кромы. Вот этот город сыграл, он какой-то сыграл мистическую роль в истории Смуты. Вокруг этого небольшого городка все время происходили какие-то важные события. Значит, в Кромах засели казаки, союзники Лжедмитрия. Там было всего 200 стрельцов и человек 500 казаков, то есть 700 человек. А окружила город Кромы 80-тысячная армия, которая никак не могла сломить сопротивление вот этих семи сотен. Армия не хотела воевать, и воеводы не хотели воевать. Тем временем, да, и вот эта армия, которая стояла под Кромами, она начала постепенно разлагаться, и в этой армии тоже не любили Годунова. Тем временем начались восстания в южных районах на Брянщине, и особую роль в этом сыграли казаки. А Годунов получал все время сообщение, что не идут боевые действия так, как надо. Годунов был деморализован этой ситуацией. Повторяю, он был большой мастер игры под ковром, но он не умел принимать в лоб обстоятельства жизни, которые требовали жесткого поведения. Он резко сдал, стал безразличным к делам. 13 апреля 1605 года он встал из-за стола, и у него пошла кровь из носа и из ушей, из горла, и через два часа он скончался, успев благословить на царство сына Федора. Наставниками юноши стали Петр Басманов и вернувшийся из ссылки непотопляемый Богдан Бельский, тот самый, у которого выщипали по одному волосу всю бороду. Клан Годуновых очень быстро утратил контроль над армией, и вот этот самый Басманов, которому Годунов поручил помогать своему сыну, новому царю, Федору Годунову, он составил заговор с Люпуновыми и Голицыными, царские войска бежали из-под кром, а самозванец, который уже готов был бежать из России, вернулся и начал двигаться на Москву. 1 июня посланца Лжедмитрия Гаврила Пушкин, предок поэта, и Наум Плещеев прибыли в село Красное под Москвой и подняли давно назревавшее анти-Годуновское восстание. В столице Богдан Бельский, который был главным следователем по делу о смерти царевича Дмитрия в Угличе и который клялся, до этого целовал крест, что Дмитрий мертв, здесь он всенародно сказал, что он лгал, он лгал, потому что он спас царевича Дмитрия, хотел его извести мерзавец Годунов, а он Бельский спас мальчика и вот этот мальчик пришел сейчас. На том же присягнул Василий Шуйский и сказал, да, узнаю, это царевич Дмитрий, но самое главное своего сына узнала Мария Нагая, которая до этого дважды клялась в том, что ее сын мертв и похоронен. То есть царевича Дмитрия все вдруг узнали. Сына Годунова и его жену арестовали, поместили в доме Малюта Скуратова, где затем и задушили обоих. 20 июня 1605 года москвичи со свинячим восторгом встречали торжественно въезжавшего в город, но мы его задали лжедмитрий, для них он был Дмитрий Иванович, где его, повторяю, все узнали, все, сказать, присягнули, что это и есть царевич Дмитрий, которого, сказать, они спрятали от злодея Годунова. Новый царь осыпал милостями тех бояр, которые пострадали при Борисе. Романовы были сразу же возвращены, ну, естественно, были возвращены и ноги, а Федор Романов, Филарет, стал митрополитом ростовским. Федор Романов, повторяю, это отец будущего Михаила, будущего первого Романова. 8 мая 1606 года лжедмитрий обвенчался с Мариной. Это произошло в пятницу и на Николин день, что было против устава и обычаев православной церкви. В то же время самозванец не спешил выполнять свои обещания полякам. Он не превратился в польского ставленника. И вообще удивительно, он вел себя как природный царь, как будто он всю жизнь был царем. Он прекрасно знал этикет, он говорил на иностранных языках, он стал называть себя императором задолго до Петра I, выступал за расширение контактов с Западом, начал борьбу с лихаимством, отменил казни, сделал суд бесплатным, то есть, повторяю, вел себя как природный царь. Но вот боярам он не нравился, потому что он был такой человек быстрый, резкий в движениях, после обеда не спал, положено царю что делать после обеда? Спать обязательно. А он там что-то ругами мастерил. Но тем не менее, вообще ни у кого не вызывало сомнений, что это природный царь. Однако к лету 1606 года, смотрите, потому что он не выполнил свои обещания полякам и не стал своим для московских бояр. То есть, к лету 1606 года он оказался в вакууме и не было у него поддержки за рубежом. Поэтому был организован заговор, его организовали Шуйские. Но заговор был раскрыт. Шуйские были арестованы, их судили, и собор приговорил Василия Шуйского к казни. Но по просьбе Марфы Ногой, дело в том, что ее звали Мария Ногая, но когда ее постригли в монахинь, она приняла имя Марфы. По просьбе Марфы Ногой и бояр, Дмитрий, Лжедмитрий I, не только простил, помиловал Шуйского, но и простил. И Шуйский остался там, где он остался. И он тут же начал плести второй заговор. 16 мая 1606 года Шуйские пустили слух об опасности царю от поляков, а сами под шумок вошли в Кремль. Басманова и самозванца убили, поскольку это, так сказать, был тандем. Изуродованный труп Лжедмитрия оставили на лобном месте, привели эту несчастную Марфу Ногую и спросили, опять тебя спросили, это твой сын или нет. Но она вывернулась, она сказала, теперь каков есть, он, конечно, немой, потому что у него было изуродовано лицо. Но после этого труп Лжедмитрия сожгли, зарядили прах в пушку и выстрелили в сторону Польши. Марина бежала из Москвы. И вот что пишет Ключевский о Шуйского действительно не любили в Москве, но он не был такой демонической личностью, как его представляет Ключевский, потому что Романова, естественно, потом сделали все, чтобы представить Шуйских такими негодяями, мерзавцами. Значит, вот что писал Ключевский. Шуйский победителем вступил в Кремль, низенький, толстый человечек, лысый, невзрачный, с редкой бородкой, близорукими, мигающими, вороватыми глазками. Интересно, вот Ключевский, когда, ведь нет ни одного портрета Шуйского, вот откуда Ключевский взял вороватые глазки. Лет 50 отроду, но совсем старик по виду, бесприятной обходительности, с репутацией Скайлида, вполне оправдавшейся. Народ действительно не любил Шуйского, он действительно был лукавый царедворец, но дело в том, что Игодунов был тоже лукавый царедворец, и вообще царедворцы, как правило, лукавые, иначе они и дня при дворе не проживут. Обстоятельства воцарения Шуйского необычны. Дело в том, что Шуйский, вступая на престол, отметьте себе это, пожалуйста, впервые в истории России присягнул подданным, он дал запись, запись так в кавычках, и закрепил ее целованием креста. Правда, Шуйскому крест поцеловать было расплюнуть, он это потом докажет несколько раз, но тем не менее это была новинка. Царь дает крестоцеловальную запись народу в лице бояр, он согласился с ограничением власти царя, то есть Шуйский был боярский царь. И царствование Шуйского это попытка свернуть самодержавие с единодержавного варианта, на олигархический. На олигархический. Значит, что содержится в крестоцеловальной записи? Обещание боярам, дворянам, купцам, всем черным людям против бессудных опал и казней. Шуйский дал определенную клятву. Воцарение Шуйского, как считал Платонов, означало вступление во второй период дворянский, отмеченный уже не только династической борьбой за власть, но и глубокими социальными конфликтами. Хотя начиналось правление Шуйского очень неплохо. Начиналось оно с подавления на восстание Болотникова. Что такое было восстание Болотникова? Советские историки считали его первой крестьянской войной. Да, действительно, в армии Болотникова было очень много крестьян, но там было много и посадских людей, и что самое главное, там было немало дворян. То есть на крестьянскую войну это движение никак не тянет. Это было характерное для эпохи гражданских войн, смут, движение, когда представители разных социальных групп бьются за место под солнцем. И пока они этого места не добились, они между собой объявили то, что в Киплинговском Маугле книги «Джунгли» называется «Водяное перемирие». То есть резать будем друг друга потом. Сначала все дружно придем к власти. Кто такой вообще был Болотников? Вообще на самом деле мы о нем знаем мало. В советских учебниках подчеркивают, что он был боевым холопом князя Телятевского и расписывают его авантюрную биографию, впрочем, которая не имеет подтверждений. Может так, может не так. Биография это такова. Он попал в турецкий плен, работал на галерах, потом бежал, работал гондольером в Венеции, потом через всю центральную Европу прошел в город Самбар, где встретился с самозванцем и стал агентом самозванца на Руси. Вот это правда. А вот насчет гондольера, насчет галер и так далее, это может быть разведлегенда, прикрытие, а может быть правда. Но никаких доказательств того, что вот это правда нет. Болотников был боевым холопом из разорившихся дворян, иначе бы князь Андрей Телятевский не стал бы у него воеводой. То есть, смотрите, какая вещь, боевой холоп князя Телятевского становится лидером восстания, а его бывший хозяин становится у него воеводой. То есть, это означает, что Болотников безусловно был дворянином. У простолюдина князь Телятевский воеводой никогда бы не стал. Действовал Болотников, это нужно очень хорошо запомнить, только от имени Дмитрия. Он был человеком Дмитрия, и с Шуйским он бился, как человек Дмитрия, которого Шуйский сверг. И поэтому Болотников автоматически борется с Шуйским. Сначала он действовал очень успешно. В 606 году под Кромами, опять же, под Кромами, он разгромил царские войска и объединился с отрядом дворян из Ельца и Рязани. Это вот те самые Липуновы и Пашков. Вот имя Липунов мы будем постоянно встречать до самого конца Смуты. Потом они пошли на Москву, а Пашков, воеводом Болотникова, взял Колумну. Когда Болотников решил штурмовать столицу, Липуновы, Сунбулов, а затем Пашков ушли из его войска, потому что штурмовать столицу это биться с дворянами. Дворяне биться с дворянами не хотели, и они ушли. Хотя не все дворяне ушли из войска Болотникова, Телятевский князь остался, то есть и князья, и дворяне остались. Под Москвой Болотников не то, что потерпел поражение, но он не смог реализовать задачу взятия Москвы и отступил, ушел в Калугу. Четыре месяца царские войска осаждали Калугу, но были разбиты. Болотников вырвался из окружения и ушел в Тулу, где заперся. И вот здесь его окружил Шуйский, который только что стал царем. Четыре месяца шла осада, положение восставших было очень тяжелым, царские войска устроили за пруду на реке Упа, и вода хлынула в город. Болотникову было предложено сдаться, причем Василий Шуйский целовал крест, что сохранит ему жизнь. Как только Болотников сдался, его в кандалы, то есть царь нарушил слово, Болотникова отправили в Каргополь, где сначала ослепили, а затем утопили. Что такое было восстание Болотникова? Мы очень плохо знаем программу Болотникова, но нам говорят, что это было антифеодальное восстание. Но смотрите, что писал патриарх Гермоген про восставших. Они вели от боярским холопям побивать и своих бояр, вроде бы антифеодально, дальше, и жены их, и водчины, и поместья им сулят, и сторонникам своим обещают давать и боярство, и воеводство, и окольничество, и дьячество. То есть речь идет, выходит, не антифеодальном восстании, а о том, что вот эти ребята просто хотят выбить старых бояр и сесть на их место. Они не собираются менять строй, они хотят занять место верхушки, получить их собственность и получить их властные позиции. Именно поэтому в войске Болотникова и было так много дворян, которые бились за место под солнцем. И вот здесь нужно зафиксировать одну вещь, обязательно ее запишите. Для смуты характерно следующее явление. Вольное казачество, особенно на заключительном этапе смуты, претендовало на замену дворянства в его функции военной защиты страны. То есть у смуты было много измерений, но очень важное измерение была борьба дворянства и казачества за то, кто станет главным военным сословием страны. Казаки бились не за свободу. Это они при разе не будут биться через 50 лет после окончания смуты за свободу. Здесь они бились за то, чтобы занять место дворянства. Подробнее об этом скажу в конце лекции. То есть шла активная борьба за нишу господствующего класса. Почему была эта ниша? Потому что опричненно раскачав ситуацию она оставила некие пустоты и их можно было заполнить. Вот за заполнение этих пустот шла борьба. Движение Болотникова было интегральным элементом смуты. Он не был вождем угнетенных. Не случайно народ сложил много песен и сказаний про Пугачева и Разина, но никаких сказаний про Болотникова нет. Народ не почувствовал в нем своего защитника. Итак, после победы над Болотниковым Василий Шуйский казалось мог бы праздновать победу. Однако, как говорится, пришла беда откуда не ждали. Летом 1607 года в Стародубе появился человек, который объявил себя чудом спасшимся в мае 1607 года в Кремле Дмитрием. Это был Лжедмитрий Второй.